Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как общаться с заказчиками. Для многих это является точкой преткновения и не понимают, как правильно выстроить общение, чтобы оно было продуктивным, чтобы оно было полезно и для вас, и для заказчика. Сегодня я выступаю со стороны исполнителя, но часто я бываю и заказчиком, и исполнителем, поэтому те правила, которые мы будем обсуждать, одинаковы для всех сторон, имейте это в виду. Первые принципы, которые нужно запомнить, быть вежливым, и это очень элементарные вещи, которые иногда забываются, поздороваться, спросить, что человеку нужно, выслушать его. Это важно, это занимает не так много времени, но это располагает к вам заказчику. Быть готовым к диалогу, быть готовым не только говорить, но и слушать. И умение сказать нет. Вот этот тонкий такой момент, который многие начинающие боятся делать, потому что мы все люди, и у нас есть какие-то свои особенности, особенности общения, особенности восприятия, особенности характера. И случается так, что даже придя к хорошему специалисту, вы просто не сходитесь, как два человека. И когда нету контакта, очень сложно будет работать. Поэтому, когда вы начинаете общаться и чувствуете, что не ваш человек, у вас не идет общение, вам с ним сложно, вы не понимаете друг друга, вот лучше сказать нет до того, как вы что-то начали делать. Да, возможно, это какая-то потеря денег, но это и освобождение вот этого окна возможностей для того, чтобы к вам пришел ваш человек. И не потому, что он плохой, а потому что у вас контакта нет. И это вот с возрастом приходит, с опытом, с общением, когда вы прошли вот этот момент, понимаете, что нет, извините, но вот нам не по пути. Хотите, я вам порекомендую своего коллегу, хотите, я вам там подскажу, где поискать, но лично я вам не смогу помочь, не потому что я там не понимаю задачу, а потому что у нас не очень строятся общения. Или наоборот, бывает, что приходят, говорят, что сделайте мне это. Извините, но это не моя специфика, разработайте мне в 3D, извините, я в 2D работаю. Это тоже нормально сказать, что у вас другая специальность, и вы не все делаете. Поэтому вот это умение сказать нет, оно очень важно, и не забывайте про него. Далее, пункт номер один. Обсуждать все на берегу. Что имеется в виду? До того, как вы начинаете вообще что-то делать, вы просто с человеком общаетесь, потому что вам нужно понимать, что он хочет, как он хочет, зачем он хочет, как вообще этот человек общается, сможете ли вы с ним договориться. И вот то, что я уже говорила про человеческий фактор, если вам не нравится общение, даже если вы заказчик, даже если вы исполнитель, если вы чувствуете, что не ваш человек, вот вам тяжело с ним, не идет, лучше откажитесь, сэкономите время, деньги и нервы. Номер два. Прямо всегда настаиваю, чтобы это делали, писали техническое задание. Что же такое техническое задание? Техническое задание – это то, что вам нужно сделать в письменном виде. Но если мы говорим про дизайн одежды, то список будет приблизительно вот такой. Что мы делаем, что мы рисуем. Это будет эскиз, принт, черно-белый, цветной, с техническим описанием, художественный эскиз. Сколько штук? Один, два, три, ну, сколько изделий мы разрабатываем, да? Сколько дизайнов мы разрабатываем, это все прописать. Примеры того, как должно быть выполнено задание. Вот здесь, это моя точка такого отказа, точка невозврата, когда мне говорят, у меня все совершенно уникально, никогда никого такого не было. Извините, я вот в это плохо верю, наверное, это работа какая-то там по разработке космических скафандров для посещения там Марса, Юпитера и так далее, и то на Марс уже что-то разрабатывают, да? То есть это не то, что вы должны вот копию чего-то дать, а показать, в каком виде вы хотите видеть ваше конечное задание, да? Вот найдите в интернете, в Пинтересте, в Гугле, где угодно. Я хочу, чтобы это смотрелось так. Описание того, что мы делаем, да? Мы разрабатываем столько-то эскиза в таком-то виде, да, 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 вот словами. Примеры. Для дизайна тоже это очень важно, а мне понравилась модель вот такого плана, мне понравился вот здесь карман, мне понравился вот этот рисунок. Иногда заказчики приходят со своими, очень многие стесняются, это вот у меня такой очень карандашный рисунок, но это даже здорово, когда он уже что-то подумал, нарисовал, и вы с этим будете работать, переводить это в более профессиональный вид, потому что когда он просто как бы мнется и не знает что, можно предложить ему какой-то шаблончик, сказать, если вам удобнее, ну, сделайте набросок, чтобы я вас лучше поняла, да, или там, вот мне понравился такой-то карман, там, как в Заре, ну, покажите фотографию этого кармана, мы сделаем, ну, либо такой же, либо аналог, такое иногда бывает, что изделие состоит из набора разных элементов, да, и за счет этого рождается новая композиция. Вот это нужно как бы попросить у заказчика, и вот когда сразу говорят, у меня супер уникальное, ну, покажите тогда рисунки какие-то, да, свои наброски, свои какие-то почерпушки, вот все что угодно, чтобы не просто на словах, а вы понимали, что они хотят. Какие сроки исполнения? При этом сроки могут быть первичные и вторичные. Ну, первичные, то есть когда вы выполнили какую-то часть, и отправляете на согласование, чтобы было понятно то направление, не то направление, и там финальный срок, когда должно быть это задание закончено и сдано. Сколько правок? Тоже такой очень тонкий момент, но, например, вы начинаете делать, и вам говорят, что надо что-то исправить, что-то как-то по-другому. Это нормально. Вот я не помню таких моментов, когда вы что-то делаете, вот прям все идеально. Обычно куда-то что-то поправляется. Что имеется в виду под правкой? Там поменять форму рукава, поменять форму кармана, здесь что-то поменять. И вот количество правок я обычно беру два сета. Один сет основной, когда ты первый раз делаешь, показываешь, после этого поправляешь, и вот еще раз присылаешь. И если там вот какие-то небольшие изменения, там чуть-чуть подвинуть кармашки, чуть-чуть там отстрочки, вот какие-то мелочи такие, вот это нормально. Если говорить, типа, все плохо перерисуть, извиняйте. Это нет. Потому что, ну, второй сет уже все. Сколько будет стоить данная работа? Способ общения. Тоже желательно обговорить, как вам будет удобно общаться. Я вам буду присылать на почту, на телефон, на WhatsApp, в мессенджер, в каких социальных сетях. Просто вам это обозначить. Да, мы с вами будем здесь общаться. Удобно? Да. Там в Телеграме. Вот где удобно вам с заказчиком, это не важно. Нужно определить формат, в котором вы будете передавать финальное задание. И именно там, например, вы разрабатываете изделие, да? Вам в каком формате потом это отдать? Вам отдать это в PDF, в JPEG, в AI, куда прислать, как это сделать? Ну, вот просто договоритесь, это банально, но вот иногда вот этих не хватает, да? Как, куда вам прислать? Например, формат Adobe Illustrator, а какой версии? Потому что вы сохраните там 21-й, а у заказчика окажется там купленный CS6, он не откроет. Ну, как бы, либо откроет криво, будет говорить, что вы неправильно что-то сделали. Просто вот это вот обозначить, что вам будет нужно. Ну, лучше универсальные форматы. JPEG, PNG, PDF. И как вы будете производить оплату? Там, это будет между двумя там ИП, ИП и ООО, ну, юридические какие-то, Юрик с физиком, там, оплаты на карту, ты как самозанятый. Ну, вот просто обговорить способ, куда, как это будет произведено. То есть, как мы будем оплачивать? Ну, все, в принципе, все банально. Вот это ТЗ нужно составить. В такой момент иногда заказчики говорят, ой, я не знаю как, тогда у вас должен быть вот этот шаблончик, и вы просто задаете заказчику вопрос. И что мы будем делать? Как? Вот заполняете сами и отправляете в письменном виде. Это прям жесткое правило. ТЗ должно быть написано в письменном виде и отправлено обоим сторонам. Должно быть дано согласие. Да, меня все устраивает. И по нему работаете. Потому что возникают потом такие вещи. Вы в устной форме что-то проговорили. Он говорит, нет, я так не говорил. Вы просили меня разработать жакет. Я его разработал. Вот по вашим аналогам. А вы говорите, что это не то, что надо. Вот вы подписали, что это то, что надо. Это обезопасивает и вас, и заказчика. Очень часто заказчики на стадии формирования технического задания, когда вот это все собирается в кучу, понимают, что это не то, что нужно. Еще до того, как вы что-то нарисовали. И это очень здорово экономит всем время и деньги, соответственно. Поэтому пишите грамотное техническое задание. И если вдруг возник такая ситуация, что нет, это не то, что я имел в виду, поднимается техническое задание и выясняется, кто прав, кто виноват. И строго до начала работы, пока техническое задание не написано, не отправлено там почтой, ватсапом, мессенджером и нету подтверждения, да, все так делаем, ничего не делаем. Должны согласиться. И исполнитель должен сказать, хорошо меня все устраивает. И заказчик должен согласиться, хорошо меня все устраивает. И заметьте, тут сразу и стоимость, и сроки, все-все-все мы с вами проговорили. Примеры и аналоги. И вот тоже я уже сделала на этом акцент, то, что иногда заказчики говорят, нет, нет, у меня все уникально. Это нужно для понимания, для того, чтобы то, что вы хотите, к вам пришло. Потому что исполнители, они не телепаты, они не понимают, что у вас в голове. А иногда люди, которые заказывают, они не обладают сильным таким художественным пониманием и мнением. И когда они видят свою какую-то идею, которая блуждает по голове реализованной и отрисованной, они понимают, что это не то. И вот поэтому, когда уже начинается вот это формирование аналогов, понимание, вот я бы хотел как здесь, я бы хотел как здесь, а вот у меня вот здесь такая почеркушечка есть, в голове начинает двигаться, становится более понятно, что же мы будем делать. Потому что дизайн – это не совсем математика, да, здесь это очень образные вещи, их надо передавать, притом, по крайней мере, визуальными образами во многом. Брать аванс – это для исполнителей. Это нормально и гарантия для вас. Ну, я думаю, что вы можете поговорить со многими фрилансерами. Практически у всех бывали случаи, когда были неоплаченные заказы. Вот для того, чтобы хотя бы не остаться совсем с носом, а получить, берите аванс. Как договоритесь, 20, 30, 50% в зависимости от работы вы берете за то, что вы будете делать. Это как гарантия для вас и для исполнителя. Иногда, если вы, например, работаете на бирже фриланса как UDUM, там что происходит? Там вы обговариваете вот это все, обозначаете стоимость задания. Там, кстати, сразу заказчик пишет ТЗ и обозначает, сколько это будет стоить. Обозначаете это стоимость. Вы соглашаетесь. У заказчика деньги снимаются, а вам они не переходят. Они морозятся. И до того момента, как заказчик не примет ваше задание, они находятся в замороженном состоянии. Ни у вас, ни у него. Это тоже, кстати, хороший вариант работы, когда вас перестраховывают. То есть у заказчика деньги уже ушли, вам еще не пришли. Если вдруг вы оказываетесь недобросовестным исполнителем, деньги заказчику возвращаются. Если все хорошо, то деньги вам переходят. То есть даже если заказчик там начнет дурить, то там по-разному это называется, открывается спор и выясняется, кто прав, кто виноват. Если там по ТЗ вы все сделаете, то деньги переходят вам. Если вы работаете без посредника, то, соответственно, вот аванс вам что-то сгарантирует. Для обоих сторон такое как бы нужно. Правки тоже еще раз хотела об этом проговорить. Правка – это не перерисовка с нуля. Вы сделали все не так, так не пойдет. Ну, за одним исключением. Если вы договорились, я рисую пиджак, а вам предложили брюки, тогда, конечно, как бы не соответствие ТЗ. Извините, мы разрываем, верните весь аванс. Если же соответствие ТЗ происходит, но вам что-то не нравится, и человек готов там перерисовать, ну, вот как я условно говорю, перерисовать рукав, поправить форму кармана, еще что-то, это нормально, это правки. Когда вы говорите, нет, все не то, перерисуйте заново, возникает вопрос. Как бы либо ТЗ неправильно составлено, что там у вас, почему. Поэтому, пожалуйста, поймите это. Это не полная перерисовка. Это коррекция того, что сделано. Количество правок может быть неограниченным, но вы должны прописать. Как бы будут они ограничены, будут они ограничены, сколько раз вы готовы поправить. Грубо говоря, отправили, один раз получили замечание, поправили, второй раз отправили, еще раз поправили, все. Все остальное дальше за дополнительные деньги. Это время, которое исполнитель будет на это тратить, и, соответственно, как бы вот в это сразу надо обговаривать. Я об этом в ТЗ написала. Лист ТЗ может у себя формат сканировать, и давайте я его тогда приложу к этому видео вниз, как это все выглядит, чтобы вы могли по этому ТЗ, соответственно, сверяться и понимать, правильно или нет. Все. Вот такой у нас получился с вами объем. Все ли я вам объяснила, все ли понятно, стало ли проще подходить к заказчикам, напишите мне об этом в комментариях. Если у вас появились вопросы, буду рада их с вами обсудить. В основном это все на моем личном опыте и опыте моих друзей, знакомых и коллег, но очень рабочая схема. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте поставить лайк, если вам понравилось видео, и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. С нами всегда интересно. До скорых встреч! С вами была Щековская Екатерина. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok